Бруклин Продакшн представляет Приветствую всех любителей влажного классического бритья на канале опасная бритва Бруклин Продакшн Сегодня у нас будет небольшая распаковочка, но интересная Будут новые помазки, новая бритва на восстановление в коллекцию и результаты проделанной работе Начнем, наверное, с помазков от уже всемирно известной компании DS Cosmetics Компания DS Cosmetics прислала вот эту замечательную посылку с новыми образцами продукции Как здесь написано в таможенной декларации, 100% синтетик, две штуки и это помазки для бритья Shaving Brush Сейчас, ребята, посмотрим, немножечко притрамбовали посылочку нам Видать, кто-то ногой наступил, но это уже не столь важно Сейчас посмотрим, что там внутри, совершенно не знаю, интересно Постараюсь найти все ссылочки на эту продукцию на сайте этой компании Для того, чтобы, если кому интересно, быстро найти, посмотреть, как говорится, как оно на сайте, сколько стоит Потому что я абсолютно не в курсе дела, что происходит Вот у нас стандартные коробочки Shaving Brush Видите, как хорошо упакована, поэтому посылка не смялась, не смялась в лепешку, если кто-то даже пытался наступить Очень здорово Так, одна коробочка И еще одна коробочка С помазком Как заявлено, то и получили Значит, откладываем в сторону Давайте быстренько, для того, чтобы не терять время Попытаемся открыть одну Так, вот это низ, по идее А, получился верх Окей Сейчас посмотрим Красиво, красиво, все красиво Приятно Ох, какой красавец черно-белый Такого еще красавца я не видел, честно вам скажу Это от компании DS Cosmetic Такой штучки Поп! Красавец Очень красивый помазок Черное-белое Добро и зло Радость и не радость, скажем так Так, логотипы компании DS Cosmetic Shaving Brush Не указано, сколько миллиметров Но здесь вот, как минимум Ну, 24-26 Я так Беглым взглядом Посмотрите на набивочку Достаточно так Хороший, мягкий, плотненький Набитый Красивое решение Очень интересное Реально интересное Реально что-то новое Шикарный помазок Один Вылез Красавец Синтетика вообще не вылазит Она Характерна Тем помазки синтетические Что достаточно прочные Уверенные Это технические Которые не вычислены На производстве Очень красивый помазок Золотом DS Cosmetic Все, как мы любим Все, как нам нравится Так, ну давайте посмотрим Следующий помазок Этот, ну, уже вот так Лучше будет видно Так, Shaving Brush По аналогии будем сверху Открывать, да Сверху правильно Оказывается И, о, это тоже Интересный помазок Красавец Абсолютно новый Тоже такой Интересный Двухцветный Интересный Притом он Написано Синтетический Да, это синтетика Скорее всего Давайте с ним Защитную Такую штучку Ой, какая красота Что-то новое Абсолютно Абсолютно Новый помазок Я такой еще Первый раз В глаза вижу Приятный Такой холодный На ощупь Вот эти металлические А внутри Это пластик Скорее всего Да, пластик Shaving Brush Китайские иероглифы Логотипы Значит Наверное Здесь написано Где с косметики Я предполагаю Значит Смотрим Синтетика Я вначале Думал, что это Любимый барсучок Но как-то Вот Не похож на барсука Написано Синтетика Будем доверять Надо попробовать На ощупь На зуб На глаз Как говорится Так Ну что Видим Вот эта синтетика Сто процентов Блестит И эта тоже Синтетика Она тоже так Блестит Натуральный Ворст Так не Блестит Но интересное Решение Очень красивый Такой сделан Пластик Под дерево Такой Весистый Сейчас у меня Есть весы Случайно Оказались Под рукой Шутка Специально Взял Взял Интересно Померить Взвесить Все как мы Любим Так Ну что Приблизительно Вы видите Размеры Но давайте Немножечко По ТТХ Пройдемся Для того Чтобы уже Как-то Развеять Какие-то Сомнения Значит По высоте По высоте Вместе с узлом Где-то Порядка Десять с половиной Сантиметров Узел Пятьдесят пять Пятьдесят пять Этот помазок У нас Уж он побольше По-моему Мне так кажется Да Одиннадцать с половиной Порядка Одиннадцать с половиной И Узел Узел Пятьдесят Пятьдесят Ну Пятьдесят пять Пятьдесят четыре Где-то так Узел Немножечко Ручка Побольше Но Абсолютно Уникальный По маске Ребята Реально Первый раз Вижу Такие Красавцы Тут они Видать Узел Вставили Похоже Что-то Новое В производстве Китайском Пошло Дейс Косметик Тоже ищет Варианты Это очень радует Составляет Конкуренцию Другим Компаниям И Интересна Конечно Цена Попробую Найти их Для вас На Алиэкспресс Или В их магазине Постараюсь Поискать ссылочки На эти помазки Не знаю Продаются ли они Сейчас Или это Совершенно новые Которые будут Продаваться Но во всяком случае Очень интересно А теперь Давайте Пообещал Взять весы Так Весы Давайте Сейчас Весим Сейчас весы Настроятся И Этот Большой Красивый Черно-белый 95,5 Весомый Весомый Товарищ Так А этого Ручка Тяжелее Он должен быть Тяжелее По моему Нет Ручка Тяжелее Ну тут выше 76,3 Но ручка Ощущается Как будто Она тяжелее Тут как бы Массивно Да Нет Массивно Тяжелее Конечно Но ручка За счет того Что металлические Вставки Вот уже Как-то Чувствуется Но Очень приятные Ощущения Такие Прохладные Достал С коробочки Очень приятно Очень красиво И главное Что-то новое Так Здесь косметик Молодцы И еще Варианты Откладываем Так ребята Чтобы это все Быстренько Быстренько Так еще У нас сегодня С распаковочки Интересная Бритвочка Заказал себе Бритву На восстановление Давно хотел Такую бритву Давно хотел Ее Иметь в своей коллекции Все искал Подходящую Вот На той неделе Нашлась подходящая Подходящая По состоянию И главное По цене Так Что это за бритва Кто знает Кто не знает Сейчас все Расскажем Посмотрим Давайте Рассмотрим Коробочку Razer Вот название Компании Не знаю Как правильно Читается Поэтому читаем И вот это Сделано в Швейцарии С Razerrand Это швейцарская Опасная Бритва С заменяющимися Лезвиями То есть Уже пошла Тенденция Собирательства Заменяемых Лезвий То есть На каждый день Недели Многие знают Эту бритву Здесь кто-то Написал Три блейдс Три клинка Тут тоже написано Гады Испортили коробочку Теперь придется Удалять эту надпись Здесь тоже Что-то у нас Заклеено Не знаю В оригинале Так или Кто-то уже Проявил Инициативу В плане Но достаточно старая Значит Эта компания Выпускала Опасные бритвы С середины 19 века И до 20-х годов 20 века Потом они Завершили выпуск Бритв И занимаются По-моему Совершенно Другими делами Если я не ошибаюсь Часами Значит Давайте Откроем эту коробочку Первое Что нас встречает Такой хвостик Коробочка Практически целая Очень приятная И вот такая Бритвочка Вот такая бритвочка Клинок Ручка Роб Как вместе Мы видим Все Вся грязь Все что было До восстановления Скажем так В хорошем состоянии Очень хорошее состояние Клинок хороший Вот такая Специальная штучка Для того Чтобы открутить И вытащить Это лезвие Это лезвие Под номером 2 Вот здесь Указано 2 Еще должно быть 2 Лезвия Самих Заменяемых Так Смотрим 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 Где-то Еще А вот еще Есть логотипы Компании Если тут видно Тут на Эрле Указано Так В принципе С этим ровненько Закрывается Замечательно Такая вот Интересная Бритва Швейцарская И еще Где у нас А вот они Сбоку Вот Еще маленькое Такое отделение Есть Вот видите Коробочка Такая Очень ветхая Ага Вот они Высовываются Сейчас Чтобы не порезать С этими Грязными И вот Сами лезвия Это номер Тут написано Троечка А здесь Выбита Тоже Троечка Видите Троечка Номер Три Троечка Визервент И название Компании Боюсь Неправильно Назвать Поэтому Называть Не будем И еще Одно Лезвие Еще Одно Лезвие В принципе Лезвие Все целые Без сколов С неправильной Заточкой Видите Немножечко Заезженная Но в принципе Как бы Все В основном Это номер Четыре Номер Четыре Номер Три И номер Два Номер Один Отсутствует Так Точно Отсутствует Точно Отсутствует Будем Искать Значит Хорошо Обычно Они идут Четырьмя Коробочка Бритва Интересная Бритва Кто знает Как И Как Она Работает Как Она В работе Как Метал Заточки Отпишитесь Пожалуйста Интересно Просто Ваше Мнение Слышать А потом Уже Увидим Мое Мнение Небольшой Отчетец По Работе По работе Которая Сделана Все Вы знаете Эту Коробочку Это Г-образный Станок Компании Henkels Значит Он был Вес Немножечко Светлее Я его Переделал Перекрасил И Сегодня Мы имеем Вот такую Замечательную Коробочку Передней Планетки Вообще Не было Что Получилось Вот такая Часть Сейчас Имеется Думаю Что На сегодняшний Момент Достаточно Хорошо Тут Все Заклеено Тут Немножечко Я покрасил Закрасил В принципе Такой В тон Можно Еще Немножечко Тон Поменять И будет Немножко Темнее Замочек Восстановлен Немножко Тяется Вниз Открывается Спокойненько И здесь Находятся Вот эти Бритвочки Вот так Вот выглядит Эта вся Коробочка Сейчас Пока Решил Эту не Красить Оставить Контраст Таким Желтым Достаточно Неплохо Я считаю Что Достаточно Неплохой Сыпающейся На глазах Куска Не хватало Главное Хорошо Что сохранили Вот эту Часть И поэтому Получилось Сделать Такую Защелочку Оттягиваем Раз И закрываем И в принципе Все Очень здорово Сейчас Уже имеется Достаточно Хороший Вид И все Замечательно Ребята Так что Вот такая Сегодня была Небольшая Распаковочка Будем все Смотреть Восстанавливать На обзоре В ближайшем Бритве Я какой-то Из этих Помазков Выберу Мне вот этот Нравится Черно-белый Наверное Его возьму А вы уже Будете смотреть Бритье С этим Помазком Всем спасибо За внимание До новых встреч Пока Спасибо за просмотр